Слава Богу, дорогая церковь! Хотелось бы, чтобы у каждого из нас было такое желание, что именно в этом служении Господь проговорил в мое сердце, чтобы Господь сказал в мое сердце, чтобы Дух Святой, Он коснулся меня. И когда мы читаем, есть стих, я думаю, все мы знаем, это первые стихи всей Библии. Написано, что вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Если немножко мы смотрим на эти слова автора, тут интересные слова написаны, и Дух Божий носился над водою. И когда немножко изучить эти слова, то тут вырисовывается такая картина. Когда, может быть, вы видели, когда птица, когда она летит, и она хочет где-то приземлиться, она не садится на место, пока она не чувствует, что это место безопасное, что это место, это место, где она может safely land. И есть моменты, когда птица, она хочет сесть, но она не может, и она просто пырхает своими крыльями, и она ожидает, что чтобы что-то изменилось в этой ситуации, там на земле или куда она хочет сесть, чтобы ей было безопасно. И потом она садится на это место, и она может там быть. И здесь вот эти слова именно говорят и описывают вот этот момент, когда было это творение, что Дух Божий, Он носился над водой, Он ожидал одного, Он ожидал Слова Господня, когда Бог сказал, да будет свет, и тогда Дух начал творить это. Сейчас сегодня мы есть на этом месте, и Дух Божий, Он есть на этом месте. Господь есть среди нас, Господь есть близко к сердцу нашему, но Он есть как этот образ, как эта птица, Он есть над нами, Он ожидает, чтобы мы открыли сердце свое и сказали, да, Господь, я хочу, чтобы Дух Твой работал и делал свою работу во мне. Дух Святой не приходит насильно, Дух Святой не начинает работать с нами насильно, но Он ожидает Слова нашего. Он ожидает, чтобы мы сказали, безопасно тебе, ты можешь прийти, говорить свое Слово и делать свое дело с моим сердцем. Друзья, я хотелось бы, чтобы сегодня, когда мы будем молиться, когда мы будем поклоняться, когда мы будем петь песню, когда мы будем слушать Слово, чтобы сердце наше, оно именно было это место, которое готово, чтобы Дух Святой делал свою работу. Церковь, я верю, что мы хотим, чтобы Дух Святой делал свою работу с нами, аминь. Я знаю, что всем мы желаем, я думаю, самые такие прекрасные моменты, самые прекрасные служения, которые когда-либо мы были, я знаю, лично для себя, это служение, когда Дух Божий, Он находился в этих служениях, и Он делал свою работу. Тогда не так много даже надо говорить, не так много надо утверждать, но Дух Святой, Он делает свою работу. И хотелось бы, чтобы сегодня наши сердца, они были открыты и готовы, чтобы Дух Святой, Он делал свою работу среди нас. Давайте мы встанем на наши ноги, мы будем молиться за это служение, будем молиться за группу, будем молиться за братьев, которые будут говорить Слово, чтобы Бог сегодня делал свою работу среди нас. Чем могу воздать мой Господь за все, что дал Ты мне мир и благодать, Свет любви зажег грехов на мгле, Голоса ангельского пения Не остановят моих слов, Все, чем живу, Тебе я посвящаю, Вала Тебе, мой Бог. Будь прославлен, будь превознесен, Закон, что обыла, Отца искупила, Спасенье открыла, Отца искупила, Я отдаю всю жизнь Только Тебе, Только Тебе Вся жизнь своя На земле Будь прославлен, О, Дева здесь сон, за дом, что омыло от зла и ступило спасение отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло от зла и ступило спасение отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло от зла и ступило спасение отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. Иисус, спасибо, свободен я. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. Для царства Твоего, Господь. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. О, Дева здесь сон, за дом, что омыло отрыва. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... ... 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 и у дэна славы ты имя твоя и 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 а масс а а документ о а и а а вол Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Тобе! Слава Богу! Богу живому! Слава Богу! Навыки веки! Для меня есть честь обращаться сегодня пред лицом Господним ко всем нам, Словом Господним. Я думаю о жизни, думаю, что ожидает мир и что ожидает церковь. Знаете, оно неправильно, когда люди живут, то есть не оценивают сегодняшнего, а живут только далеким каким-то будущим. И всегда они где-то в будущем. Мечтатели. Неправильно, когда люди живут только прошлым и по фривею едут, смотря только в зеркала заднего вида. Вот у нас было в Крыму, в Казахстане, в Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в России. Вот у нас был. Неправильно, когда люди не смотрят ни в прошлое, ни в будущее, живут только сегодня. Хорошо идет бизнес, хорошо идет образование. Что будет, не знаю, что было, прошло. Вот люди смотрят только вот в сегодняшний, как говорят, под ноги только. Мне кажется, мудрость заключается в том, чтобы изучать историю. Говорят так, что кто не изучает историю, испортит свое будущее. Потому что история много чего учит. Второе. Нужно правильно оценивать настоящее. И анализируя прошлое и оценивая настоящее, можно приблизительно предугадать, а что же ожидает будущее. Так вот, размышляя об этом и читая тексты Библии, прихожу к выводу, что дьявол очень скоро, он уже это делает, но еще больше будет прессинг на народы. В целом, на верующих и неверующих. В очень сильной ярости, предпришествием Господнем, дьявол будет действовать на земле. Увеличатся болезни, землетрясения, глады по местам, войны. Восстанет, Библия говорит, народ на народ и царство на царство. Всегда были войны, но обычно войны были между странами. Но приходит время, когда войны будут внутри стран. Восстанет народ на народ. Или этническая группа на этническую группу. Поэтому я не хочу рисовать темную картину будущего. С другой стороны, Библия говорит, что это не придет. И дьявол не будет иметь полной свободы, докуда не будет забран от земли удерживающий. И удерживающих на земле, или удерживающих, тормозящих силы дьявольские, тормозящим на земле являются две силы. Первая из них – это Дух Святой. Покуда Дух Святой на земле, Дух Святой влияет на ситуацию на земном шаре. И вторая сила, помогите мне, церковь. Церковь Бог держит на земле, и у Него есть задание. Друзья, мы не случайность на земле. Мы не единственная церковь, которая собирается молиться и прославлять Бога. Но мы одна из огромного количества церквей в нашей стране. И одна из частей Вселенской Церкви, задание которой – удерживать беззаконие над землей. И наша роль – не столько выходить там с транспарантами, с лозунгами, что-то там кричать. Наша цель – больше в духовном мире сражаться против сил тьмы. Но скажите, может церковь побеждать и заступаться за кого-то, если церковь сама становится побежденной? Может бороться с Голиафом Давид, если Давид сам ни Божьего помазания на себе не имел бы, ни кольчуги, ни брони. Я не говорю, что церковь не имеет. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что если мы хотим сражаться против сил тьмы, нам нужно облечься в силу. Нам нужно быть припоясанным, нам нужно жить свято, нам нужно побеждать. Прежде всего, дьявола в своей жизни, а потом в своей семье, а потом в своем окружении. Мы должны быть, церковь, сильна. Когда я смотрю на некоторых людей Ветхого и Нового Завета, я нахожу, что некоторые люди, которые жили в древности, они правильно стартовали. Правильно, хорошо, красиво так. Вот как Влад говорил, горел человек, любил Бога. Проходит какое-то время, и иногда время работает на улучшение, на рост человека. А иногда со временем человек наоборот. Вот в 20 лет любил Бога, а в 30 его уже не узнать. Step down. Кто-то наоборот, в 20 лет так себе, а потом в 30 его встречаешь, он наоборот вырос. Друзья, я сегодня о нас. Я хочу, чтобы мы были церковь, которая не только 30 лет назад любила Бога, не только 10 лет назад любила Бога, и не только год назад любила Бога. Чтобы мы анализировали каждую неделю своей жизни и проверяли себя. Моя любовь, моя преданность Богу, мое отношение с Богом растет, или я step down, или я удаляюсь, или я унижаюсь. Итак, когда мы смотрим на таких людей, как вот Саул. Саул молодой человек, он скромный такой, его в царя помазывают, а он, да не, братья, да вы что, да я. Уже пророк сам пришел, этот Самуил, ищет его. Хорошо, что у пророка был дар пророческий. Его ищут. Телефона нет, вай-фай не было, GPS там не было найти по телефону, где же этот Саул спрятался. А он себе спрятался за повозками и сидит. Ну, пророк молится к Богу, Бог говорит, идите, там найдете. Находят Саула, он выходит такой скромный. Когда его помазали, то часть людей его окружили, там как минимум три тысячи сильных, молодых мужчин окружили его. И говорят, слушай, кто был против твоего помазания? Покажи, мы сейчас наведем порядок. А Саул говорит, братья, да вы что, да сегодня праздник, радоваться нужно, такой скромный человек, мира хочет, любви, любит людей. Но послушайте, пройдет короткое время. Этот правильно стартующий, верующий человек начинает быть гордым, начинает уничтожать Давида, потом убивает больше, чем 80 священников. И потом до того доходит, что сам становится вне своего ума, out of mind. И потом вообще в конце доходит до того, что вместо того, чтобы искать только Бога, он идет и в ворожку спрашивает. Итак, друзья, мы думаем, что это только у одного человека так сложилась жизнь? Да посмотрите на Ветхий Завет, так было много. Даже в дни Нового Завета Иисус избрал 12, и один когда-то демонов изгонял, чудеса творил, хлебы раздавал и кормил эти тысячи людей, все было хорошо. А потом отступает от Бога. А посмотрите на апостола Павла. У Павла команда больше 60 человек, но Павел говорит и перечисляет их, а потом в конце говорит, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, братья и сестры, я к нам. Давайте мы сегодня посмотрим на себя. Вот буквально пару минуток, я пойду в нашу проповедь, но давайте посмотрим на себя. Вот за последнее время, за последних сколько там месяцев, мы в марте месяца перешли в этот зал. Все. И в World of Love, и Бетани, и часть людей к нам приобщились. И вот я задаю себе как пастор вопрос, наша церковь количественно растет, количественно мы растем, добавляются люди. Вот скоро у нас будем новых членов принимать, просятся люди, члены церкви. Меня это радует. Но я задаю себе вопрос, вот с марта месяца духовно наша церковь растет или застыла на одном левеле, или, не дай Бог, драйфует вниз. Братья и сестры, мужчины, особенно мужчины, говорю ко всем нам, мы ответственны за семьи. Ни жена, ни дети, без разницы какого они возраста, маленькие или большие, мы как главы семей ответственны за наши семьи. Мы растем, мы приближаемся к Богу или удаляемся. Скажите, если церковь удаляется от Бога, сила от нее отступает, как она может держать прессинг духовного мира и духовной тьмы? Поэтому, чтобы там сражаться, в духовном мире, нужно иметь помазание и близкие отношения с Богом. Но, читаем Новый Завет, некоторые там сыновья скевы решили, давай поэкспериментируем бесов изгонять. Знаете, есть люди, которые любят проповедовать, ну на миссию едут. А я встретил одного парня молодого, говорит, ой, я ехал на миссию, говорю, Алекс, и как там? А он говорит, ух, так классно было, мы там так бесов нагонылы. А я говорю, и как? Я говорю, сколько же спасли людей. Знаете, есть люди, которые любят именно вот что-то такое, такое, экстрим такое. Я не говорю, что это плохо, но я о чем, друзья? Есть, знаете, есть люди, которые вот хотят что-то такое делать. Но у меня сегодня к нам вопрос, ко всем нам. Если мы хотим влиять в духовном мире, нам нужно иметь тесные отношения, имею ли я их, имеешь ли ты их. Итак, семь сыновей скевы хотели вот изгонять бесов, и они вот окружили того человека, начали, по всей видимости, за него молиться. И оттуда, из человека, эти бесовские духи говорят, Иисуса знаю. Помогите мне, что дальше? И Павел мне известен. То есть в духовном мире четко, духовный мир, и мир света, и мир тьмы, и мир Божий, и мир дьявольский четко знают, кто из нас в каком духовном состоянии. И мы можем кричать, и видимость делать, что у нас все духовное, аллилуйя, и провозглашать, и топтать ногами. Но если святой богобоязненной жизни нет, если помазания на человеке нет, то можешь кричать долго. Мы возвратились из поездки из Израиля, мы были на горе Кармил. Мы читали такой текст, это Ветхий Завет, Илья поднимается на гору Кармил, приносит эту жертву, строит жертвенник, приносит жертву, и его молитва, вы можете ее прочитать за полторы минуты. И написано, и не спал огонь с неба, и не кричал человек, и не топтал, и микрофона ему не давали, и семь колонок ему не включали. Человек свято жил, и тесные отношения с Богом своим, но когда он говорил, духовный мир приходил в действие, и не спал огонь с неба. Братья и сестры, вот я о нас, у нас есть люди, которые болеют. Вот сегодня кто-то попал в госпиталь, брат Роман Полянский в госпитале, другой попал в госпиталь. Кто-то болеет, кто-то духовно сражается, не может выпутаться. И я как пастор задаю вопрос, когда же церковь поднимется, чтобы в духовном мире иметь такую власть, чтобы сражаться за себя, за своих членов церкви, и еще и наступать, не только обороняться, наступать в духовном мире. Итак, давайте мы пойдем в нашу проповедь. Страшное такое название, простите, но оно закончится позитивно, эта проповедь. Но я назвал эту проповедь «Лестница в ад». Знаете, однажды Божий человек, Яков, он и шел, и лег отдохнуть ночью. И когда он лежал и уснул, он увидел видение, сновидение. То есть ему, наверное, более всего приснился сон. Во сне он видит лестницу. И оно, дно ее или начало ее касается земли, а концовка ее касается небес. Ну, сложно это представить, как небес концовка касается, да? Но в целом, что я хочу здесь сказать? Что есть определенные ступени, которые ведут от земли и которые заканчиваются небесом. Если я человек, хочу попасть в небеса, мне нужна эта лестница. Первая ступень этой лестницы называется покаяние или вера. Без веры и покаяния никакой лестницы я не могу взобраться. Дальше мне нужно читать, мне нужно молиться, мне нужно в церковь, мне нужно окружить себя верующими людьми, мне нужно много чего, чтобы идти туда, в небеса. Но есть и лестница в другом направлении. И я хочу сегодня в смирении и в любви и уважении каждому из нас, но посмотреть четыре ступени, которые ведут вниз. И не дай Бог, кто-то из нас сегодня ступил на первую, вторую, третью или четвертую. Пятая ступень – это уже ад. Я хотел бы, чтобы мы сегодня предостеречь каждого из нас. Может быть, кто-то из нас здесь в зале, или кто-то слушает и смотрит нас по видео. Может быть, кто-то ступил уже на первую, а может, кто-то вообще на четвертую уже оказался. Не дай Бог, пятая ступень. Итак, какие же это ступени? Откройте, пожалуйста, книга Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Мы будем читать один только стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду». Итак, кто же этот человек, который увидел? Это был Ахан. И дальше перечисляется, что он увидел. Прекрасную синаарскую одежду, то есть плач какой-то или пальто. 200 сиклей серебра. 200 сиклей серебра – это приблизительно 2 килограмма. Светок золота весом 50 сиклей – это приблизительно полкилограмма или one pound. И полюбилось это мне. «И я взял его, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Итак, несколько слов об этом человеке. Подумайте, друзья. Вот это 21 стих. Кто это говорит? Это говорит не египтянин, который не знал Господа. Это говорит не хананьянин, который там жил безбожной жизнью. Вот я читал буквально несколько раз этот текст и задавал себе сам вопрос. Как же так случилось, что человеку так в жизни сначала повезло, а он так в жизни этим не оценил? Если мы читаем, то мы находим, что а хану, в чем ему, ну, простите, повезло, да, в чем ему, вот как бы Бог сопутствовал? Он родился среди верующего народа. Он не египтянин, который поклоняется идолам. Он не хананьянин, он не филистимлянин, он не каких-то других народов, феризеи, евусеи, которых Бог тогда должен был уничтожить. Этот человек родился в еврейской семье. Более всего, что когда евреи выходили из Египта, он, по крайней мере, если он тогда был, он должен был быть моложе, чем 20 лет. Если бы он был старше, он бы не вошел в хананскую землю, потому что в хананскую землю кому было 20 N+, вошли только два человека. Иисус Навин и Халер. Если этот человек жил тогда до исхода, значит, он был еще очень подросток, молодой человек, раньше 20 лет. Если же он родился уже в пустыне, то он вообще здесь очень молодой. То есть, как минимум ему 40, максимум ему 60 лет. Что он видел самых ранних детских лет? Он видел очень много славы Господней. Если он был в Египте, то он видел, как первенцы во всех египетских давах умирали, а спасал Бог свой народ сильной великой рукой. Он мог видеть Пасху Господню, которую Моисей совершил тогда. Он мог видеть, как море рассупилось, и евреи под крепкой рукой перешли это море. Если же этот мальчик родился в пустыне, он всю жизнь наслаждался манной, хлебом, который падал с небес. Он видел, как из скалы текла вода, и Моисей поил, несколько раз поил народы, миллионы людей. Он видел чудеса Господни. Когда Моисей поднимал руки, Ор и Аарон стояли по две стороны, а Иисус Навин, молодой воин, побеждал Амалика. Этот молодой Ахан все это видел. И вот они приходят к кананской земле. Они подходят, и Моисей прощается с народом и говорит, я вас сорок лет вел. Но Бог сказал мне подняться на гору, а вместо меня пойдет вот этот человек, Иисус Навин. Моисей прощается с народом, и молодой Ахан все это видит. И теперь он становится и ведет за Иисусом Навиным. Они подходят к Иордану, и этот молодой Ахан видит, как Иордан, река остановилась. Та вода ушла в правую сторону и иссохло все, а левая сторона стоит, как стена. Молодой Ахан все это наблюдает. Они переходят на другую сторону реки, и написано, и остановилась манна. Бог повелевает Иисусу Навину обрезать израильский народ. Несколько дней они это совершают. И этот молодой Ахан тоже обрезан, как и каждый еврей, как каждый мужчина. И через несколько дней Иисус Навин говорит, мы пойдем и завоюем первый город. И Бог всесильный покажет, насколько он силен. И это сражение будет не нашего лука, не нашего меча и не наших воинов. Эта война будет война Господня. И вот молодой Ахан идет первый день вокруг Иерихона, второй вокруг Иерихона, седьмой день вокруг Иерихона. Он видит, как стены падают. Он видит все чудеса Господни. У него такой хороший сарт и такой плохой финиш. Друзья, а я к нам. Мы иногда думаем, что вот все люди имеют такой шанс, как мы. Но не все люди родились в верующей семье. Я в четверг говорил вам свидетельство. Я чуть-чуть упомяну. Одна женщина написала, это было, наверное, четверг или среда. И написала на нашу страницу церковную. Я хочу срочно связаться с пастором. И как только я набрал этот телефон, который был выслан, на той стороне, да, женский голос поднял трубку. Я спросил, куда я позвонил. Мне сказали, что вы позвонили в Грецию. Эта женщина, я спросил, кто она. Она чуть начала рассказывать о себе. Она из многодетной семьи. Муж и папа ее был, ну какой он уже был. Мама попала в госпиталь. А дети разбежались кто куда. Вот эта молодая девочка, еще, наверное, подростком будучи, уехала в другую страну. В другой стране, она говорит, я опустилась на самое дно во всех сферах жизни. И вот я больше жить не хочу. И я, говорит, хотела покончить вчера с собою, свести счеты. Но я решила, я выйду на интернет и что-то послушаю. И когда я вышла на интернет, Ютуб мне вывел на мой телефон ваше собрание. Я начала слушать одно, второе, третье. И я поняла, что есть на небе Бог. Я вспомнила, когда я была маленькой. Мне было 4-5 годиков. Мама водила меня в какую-то церковь. Я даже не знаю, в какую. Помню, что там молились отче наш. Эта женщина говорит. Говорит, я решила, я дождусь до утра, я напишу вам. И она плачет в трубочку и говорит, где мне найти Бога? Вот ее слова. Где мне найти Бога? Где мне найти церковь? Я вышла на Ютуб, я поискала, но у нас здесь на острове церкви нет. Скажите, пастор, как мне найти Бога? А я сижу и думаю, а я его не искал. Он меня нашел. Я родился в этой семье, где знали Бога. Где с молоком матери мне прививали любовь к этому Богу. Ценю ли я этим Богом или я как ахан? Видя чудеса, видя руку Господню, видя, питаясь манной водой из скалы, пренебрегаю этим. И так позорно я должен закончить? Не хочу этого. Друзья, а я к нам. Дети, подростки, молодые люди, мужчины, женщины. Ценим ли мы, что мы родились верующими? Что мы не так, как эта женщина, которая понимает, что дальше так жить нельзя, а как возвратиться? Я не знаю, я не знаю, где Бог и как его найти. Я этой женщине говорю, давайте... Я побеседовал с ней, да, в наставлении. Говорю, давайте будем молиться. Она говорит, пастор, а я не знаю, как молиться. Я говорю, вот как вы говорите со мной, говорите и с ним. Друзья, вы бы слышали эту молитву. Я подумал, Господи, неужели нам нужно дойти до дна, чтобы так из глубины духа наши молитвы возносились к небесам. Мы иногда так поверхностно, так просто по-религиозному, ну, споем, ну, помолимся, ну, похлопаем по плечу, скажем, какой у нас хороший команда, ворши, пастор, зал. Друзья, не для этого Бог нас создал. Бог хочет, чтобы мы крепко, сильно, всем сердцем и духом любили Его. Если мы станем Аханами, Бог поднимет других. Но что произойдет тогда со мной и с тобой? Итак, возвращаемся к истории Ахана. Вот он входит в седьмой день возле Иерихона. Иисус Навин дает указание, как только седьмой раз мы пройдем круг вокруг Иерихона, священники затрубят в трубы. И все должны закричать «Аллилуйя» или «Славу Господню!» И как только они это сделали, стены падают. И все, кто где находился, с разных сторон люди вошли в Иерихон. И вот здесь проверялся каждый человек, кто как любил Бога. Покуда все ходили, все вроде верующие были. Но как только появился шанс, как только появляется искушение, вот сразу проверяется, что в духе человека. Когда нет наркотиков, все трезвенники. Когда нет чашки алкоголя, все трезвенники. Когда не стоит вино в холодильнике, все трезвенники. Достаточно поехать в Мексику, где all inclusive, и сразу проверяется состояние внутреннего человека. А никто не видит. Никто не видит. А жена пошла туда, к бассейну. А вот... Или там муж пошел к бассейну. А все равно в Мексике все уплочено. За все заплочено. Давай чуть-чуть. И начинается Аханы проявлять свое сердце. Или пришел в офис, а босс на столе забыл какую-то тысячу долларов. И ты думаешь, никто не наблюдает. И босс наблюдает. Только, может быть, не прямо, а в камеру. Но самое главное, Бог с небес наблюдает. Когда-то наши братья в 90-е годы уехали в Россию. Они попали к одному человеку, миллионеру. И он там много миллионеру. Или там богатому. И он решил построить убежище, бомбоубежище в земле. Много работников нанял. Все там нужно было сделать. И они говорят, один из наших братьев говорит, мы зашли однажды там что-то в офис, там где... И говорит, такая пачка вот этих немецких там марок или как они там назывались. И мы посмотрели, никто нет, никого нет. И один из братьев говорит, слушай, никого нема. Это что, будем тут три месяца работать. И то вот уже гроши лежать, на всех нас хватает. А один говорит, нет, ты туда еще забыл посмотреть. И братья уходят, деньги лежат. Через два дня босс этот или начальник позвал этих ребят и говорит, я понял, что русским можно доверять, когда они верующие. Друзья, это разве не украшение имени Христова? Когда они верующие, им можно доверять. Итак, друзья, Ахан приходит. И как только он зашел, и написано, и увидел он. Что же он увидел? Два килограмма серебра и полкилограмма золота и плащ. И написано, и взял он это. Итак, с чего все началось? Первый шаг, первый шаг падения этого молодого Ахана. Первый шаг. Все началось с первого. Я увидел. Так и хочется сказать, кто-то смотрел, что чудо произошло. Я вот задаю себе вопрос, что видел Ахан и что видел Иисус Навин? Вот они вдвое заходят в Иерихон. Один видит Божью милость, а Иисус Навин перед этим, он встречается, помните, там, с каким-то мужчиной и говорит, ты наш или ты с неприятелем? А что этот мужчина говорит? Говорит, я вождь воинства Господня. Иисус Навин снимает обувь, падает на лицо свое. Иисус Навин видит руку Божью, а Ахан видит золото, серебро и плащ. Одни люди смотрят на одну и ту же ситуацию, а так по-разному видят вещи. И у меня сегодня, братья и сестры, вопрос. Мы живем в одном штате, в одно время, в одной местности. Что видишь ты? Кто-то видит силу Господню, чудеса Господни, славу Господню, кто-то видит opportunity, чтобы проповедовать, евангелизировать, спасать, а кто-то видит, о, еще полкилограмма, вот еще слиток золота, вот еще палаточка, вот еще что-то. Написано, и увидел Ахан. Эльдар, помоги мне, плиз, на powerpoint. Так, первая ступенька, с чего началось падение, а наша проповедь называется лестница или дробина до пекла, лестница в ад. С чего все началось? Первое, все началось с глаз. Увидел. Первое, увидел. Он посмотрел. Я хочу попросить, братья, всех нас, давайте мы будем бодрствовать над нашими глазами. Что мы смотрим? Я не хочу сказать, что это статистика церковная, это статистика всего, как бы, всего социума, социальная, да, это разные этнические группы, разные верующие, неверующие, но печально, друзья, у нас сегодня нет детей, я рад, что проповедую для взрослых, но 80% из 100 мужчин в нашей стране смотрят порнографию. А потом мы хотим, чтобы у нас были крепкие семьи. Что мы видим? Я не говорю о верующих, я говорю в целом 80%, но у меня сегодня вопрос, не являюсь ли я одним из тех 80? Что мы смотрим? 20% женщин смотрят то же самое. Мужчины, я к нам, ко всем нам. Сестры, я обращаюсь к вам. Если мы смотрим то, что не нужно, это первая ступень к аду, это первая ступень к разрушенной семье. Погиб Ахан, погибла жена, погибли дети, все началось с глаз, не туда и не на то начал смотреть. Второе написано. И увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота, весом 50 сиклей. И это, смотрите, вторая ступень, и это полюбилось мне. То, что человек, на что он смотрит, рано или поздно он начнет это любить. Рано или поздно, если я смотрю, 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 рано или поздно, такой стиль жизни мне понравится. Такие фильмы, такие отношения, такой социум, на который я смотрю. Друзья, очень важно следить за своими глазами. В сути своей, мы – это город, в который введут пять ворот. Пять ворот. Даже в детских годах мы об этом говорили. Пять органев чувств, которые ведут к нам. Самый главный – это какой? Это глаза. Потом идут уши, потом вкус, осязание. Итак, друзья, вот этот молодой Ахан посмотрел и казалось бы, Ахан, отвернись и скажи, Господи, да нет. Или там, отойди от меня, сатана, да. Выбежать на улицу и сказать, братья, вот чуть не попался. Вот такое искушение, золото лежит и серебро, и еще такой прекрасный плащ. Давай это лучше подожжем, чтобы оно не искушало меня. Или, не знаю, позовите священника, пускай занесут туда, где-то сложат, где будет все добыча Господня, да. Но этот человек, нет, посмотрел, никто не видит, жена не видит, дети не видят. Иисус Навин где-то там, далеко, может, только слышу его голос, его команды завоевывать. Но этот человек в палатке прячет, берет, закрутил все это. Написано, посмотрел или увидел, а потом полюбил. Братья и сестры, я к нам. Первое, куда мы смотрим? И второе, может быть, уже кто-то начал смотреть не на то, что нужно, но еще не полюбил. Остановись на этом. Потому что, если продолжать на это смотреть, рано или поздно полюбишь. Полюбишь. Третье, что он делает? Смотрите. И это полюбилось мне. И третий шаг, и взял это. Это само действие. Ни одно грехопадение не происходит моментально. Ни одно. Грехам или грехопадению предшествует цепочка логических шагов. Семья сразу не распадается. Мужчина или женщина сразу не изменяет друг другу. Дети сразу безбожными не становятся. И от Бога не отходят за одну секунду. К этому предшествует целая цепочка шагов в жизни Ахана это произошло. Посмотрел, полюбил, а потом само действие взял. И, казалось бы, уже взял, уже вынес. Ну, побеги назад. Подойди к Елиазару, священнику. Или подойди к Иисусу Навину, скажи, слушай, прости меня. Я слышал три дня назад или несколько дней назад, когда было сказано, что добыча принадлежит не нам. Первый город, вся добыча будет принадлежать для скинии Господней, для Господа. Это, ну, по-русски называется заклятое. То есть, это принадлежит только Богу. Все. Никто не имеет права прикоснуться. Оно не наше. Кто его прикасается, из-за того суд Божий и наказание приходит. Иисус Навин, помилуй, прости, помолись за меня, Бог тебя слышит. Ну вот, пустыню прошел, змеи жалили, а меня, я выжил. Я смотрел на этого нехуштана, я выжил. Побивали там, много умерло, 22 тысячи, там по 30 тысяч, по 5 умирали. Но Бог меня через всю пустыню провел, а здесь такое искушение, вот так не устоял. Иисус Навин, прости, пожалуйста, помолись, что Бог меня просил. Но он так не делает. Вот казалось бы, увидел уже, уже полюбил и уже взял, но еще не поздно. Знаете, что дьявол говорит? Спрячь. Выпил вчера, никто не заметил или согрешил, аморальность, блуд сделал, порнографию смотрел, еще что-то, никто не видел, спрячь. Но можно ли спрятать от Бога? Нет. Нет. Друзья, четвертая ступень, на которую, если человек ступил на три первых, четвертая ступень, на которую толкает дьявол человека, это спрятать. Спрячь от жены, жена от мужа, члены церкви от служителей. И люди думают, даже спрячу от Бога. Но нельзя спрятать. Ведь все, Библия говорит, все будет обнажено и помогите мне. И открыто пред Богом. И Бог останавливается или останавливает благословлять израильский народ и говорит, остановитесь. Израильское общество останавливается. Иисус Навин бежит к Богу и Бог говорит, есть человек, который увидел, полюбил, взял и спрятал. И когда начали уже расследование и уже здесь кажется, Ахан, прибеги навстречу. Уже судьи, уже Бог вмешался. Нет. Человек, который начал прятать, ему так не хочется, не хочется вскрывать все это. И написано, и вывели сначала одно колено из двенадцати, и Бог указывает на такое колено, в котором, или на такой род, в котором живет Ахан. И уже по племенам, а потом по семействам, и потом уже все, до самой маленькой, и как только уже дошли, и уже возврата нет, и уже этот человек говорит, да, я увидел, я полюбил, я взял и я спрятал. Друзья, я к чему это говорю? На какой бы ступени каждый из нас не находился, лучше всего, конечно, не ступать на эту страшную лестницу, ведущую в ад. Но даже если человек и ступил на эту лестницу, то с любой из этих ступеней до пятой можно спастись. Если увидел, но еще не полюбил, уходи, не включай этот сайт, не включай этот компьютер, не включай эту музыку, не иди в этот бар, не иди в эту тусовку. Если полюбил, все равно еще можно спасись. Если уже даже взял или сделал, аморально сделал, что-то еще, своровал, ну, что-то страшное, может быть, произошло, страшно, это грех, но даже там Бог может помочь. А если, может быть, уже прошли годы, и ты прячешь, и думаешь, никто не знает, друг дорогой, может быть, даже при жизни тебе повезет, что никто не узнает. Но могу, как пастор, сказать прямо, и позвольте сказать честно, наступит день, когда все тайное и спрятанное будет выведено на свет. И не только при 200 человек, а когда будет церковь стоять пред Божьим лицом, и святые ангелы с Христом и с церковью, и Бог тогда вскроет все, что не вскрыто при жизни, не вынесено нанаружу и на свет все, что не раскаяно, Богу придется вынести на свет пред ангелами и пред миллионами людей церкви. Поэтому Ахан должен был это осознать. Он мог бы покаяться только один на один с Иисусом Навином или со священником, но пришлось каяться перед всем народом, и в той ситуации было уже поздно. Я хочу буквально еще одну-две короткие мысли, и мне вспоминается, Эльдар, включи, пожалуйста, пятую ступень, да, спасибо. И вот пятая, да, если мы посмотрим, увидел, полюбил, взял, спрятал, а что потом? А потом погибель. Punishment, ад. И мне вспоминается история жизни Давида. Вы замечаете, что почти все, кто падали, проходили через эти шаги. Давид на крыше. Мы в Израиле были, высокий дом, и экскурсовод говорит, кто были в Израиле, да, помните, да? Кто не были, сегодня Виктор Чеботарев будет давать флешки для тех, кто были, увидите. Крыша Давидова дома, внизу находятся телохранители, которые там жили. И вот написано, и увидел Давид, кого? Вирсавию. И что? И полюбилась. И что? И сделал грех. И спрятал, Давид ступил на четвертую ступень. Он прятал девять месяцев, покуда не родился ребенок. И когда у него рождается ребенок, приходит пророк и говорит притчу о ягненке, о овечке. И Давид понимает, или пророк говорит, ты этот человек, который забрал эту овечку. Ты этот человек, который у Урии забрал родную жену. Вы заметите, что нигде в Библии Вирсавия не называется женой Давида. Нигде. Сколько раз встречается слово Вирсавия, всегда подчеркивает Дух Святой Вирсавия, которая была за Урией. Вирсавия, которая была за Урией. Давид, то, что даже ты с ней согрешил, а потом от тебя Соломон родился, второй, третий ребенок, все равно это жена Урии. Давид, ты увидел, ты полюбил, ты взял, ты спрятал. Но Бог был милостив еще к Давиду, что Давида не позволил опуститься на пятую ступень. И Давид услышал, что он спрятал, он все осознает. Он услышал проповедника или пророка, и он бежит в храм, он падает на лицо свое, и семь дней молится пред Богом, говорит, Господь, помилуй меня. И знаете, что Бог говорит? Ты не умрешь. Да, наказать накажу тебя, но смерти не предам. Друзья, когда мы читаем, включите, пожалуйста, следующий слайд, когда мы читаем о Давиде, Давид говорит такие слова. Давид показывает, что выход существует. Давид нам в этом пример, и он говорит текст из книги Псалмом. Но я открыл тебе грех мой и не сокрыл, и не скрыл беззаконие моего. Смотрите, как в Новом Завете, в Новом Завете Иоанн говорит. Первая Иоанна 1,9. Первая Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, Он с большой буквы, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Еще раз. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит. Братья и сестры, у верующих или, давайте скажу по-другому, у людей, любого человека на планете Земля есть добрая новость. Если человек, верующий или неверующий, исповедует свои грехи перед Богом, что? Добрая новость заключается в том, что Он слышит и прощает. Как бы низко человек не пал, как Ахан или как Саул или как Давид, тысячи ветхами в Новом Завете падали в эту яму, ступали на эту лестницу и уходили туда вниз. Но кто-то на первой ступени осознавал, я грешу, так нельзя. И взывали к Богу, и Бог давал им руку и поднимал. Кто-то на второй, на третьей, Давид на четвертой ступени, еще короткое время, и Давид окажется на пятой. Давиду никакого возврата, но на четвертой ступени, предпоследней, Давид говорит, Господи, я согрешил, помилуй меня. И он добавляет в 50-м псалме слова, Боже, беззаконие я сознаю, омой меня, омой меня от беззаконий моих и очисти меня от тайного моего греха. И дальше он говорит, сердце чистое, сотвори во мне, Божий дух правый, обнови внутри меня. И Бог поднимает его из четвертой ступени, возвращает его наверх, оставляет его на царстве и через него благословляет целые народы. Наш Бог милостив. Друзья, я хочу сказать, что в нашей церкви мы проповедуем честно, но мы всегда указываем на выход. Наш Бог не есть Бог тупиков. Вот человек зашел в тупик и выхода нет. Выход есть особенно после того, как Иисус умер на Голгофе. Выход есть, но выход этот только через голгофскую жертву. Только через честное, искреннее покаяние. Как этот разбойник на кресте, он не оправдывается, он просто говорит, Боже, я грешник, я заслуженно умираю, но будь милостью, помяни меня. Друзья, у Бога есть милость для каждого из нас. Так я хочу, чтобы мы сейчас поднялись и чтобы мы молились. Давайте будем молиться каждый о себе, анализировать свое внутреннее состояние. Церковь должна быть сильной, церковь должна побеждать, но церковь будет победоносна тогда, когда будет жить свято, когда не будет брать чужого, когда не будет ничего воровать, когда не будет никакой тьмы и никакого беззакония ни в мыслях, ни в сердцах, ни в домах, ни в бизнесах. Бог хочет жить в нас и Бог хочет царствовать в своей церкви. Церковь должна быть победителем, но церковь будет тогда, когда скажет, я ничего мирского, Ничего темного не хочу, чтобы пришло в мою судьбу, в судьбу моих детей или в мое сердце, как в сердце Ахана. Молимся Церковь.